ну что готовы все все кто хотел присоединился значит добрый день уважаемые друзья я рад приветствовать вас от лица компании акваэль я являюсь лектором компании провожу мастер-классы семинары обучение так далее так далее так далее сегодня мы с вами собрались чтобы провести мастер класс по оформлению детского аквариума что подразумевается под детским аквариумом мы все привыкли что аквариум это стандартном понимании такая стеклянная баночка в которой плечется рыба на самом деле все гораздо и гораздо сложнее красивый аквариум это не только пластиковые декорации цветной грунт так далее да красивый аквариум это обычно что-то с правильно подобранным грунтом с правильно подобранной водой и населением растениями корягами так далее и тому подобное дети разумеется все это сделать в силу возраста не могут а если могут по моим уважения детский аквариум должен отвечать ряду требований может быть красивым он должен быть ярким привлекать внимание и самое главное чтобы он простым в использовании техника компании в принципе производится с той целью чтобы ее было очень просто пользуется такая техника для всех от совсем ничко в этом деле до профессионалов для детей конкретно компания то ли недавно выпустила вот такие вот комплексы aqua for kids это готовый комплекс почему-то комплекс нас есть кроме самого аквариума внутри есть уже готовая техника то есть докупать ничего по сути не надо может убить грунт растения или там пластиковые декорации рыбу залить водой и радоваться жизни что у нас в этом комплекте собственно крышка в которой уже установлен светильник этого освещения достаточно на объем 40 литров до ребенок вряд ли справиться с аквариумом больше 60 литров поэтому детский аквариум 40 литров небольшой удобный можно поставить на прикроватной тумбочке как вечерняя подсветочка там будут плескаться различные рыбки о рыбках мы поговорим с вами отдельно так идем дальше ни один аквариум ну хорошо я думаю что если присутствуют профессиональные аквариумисты я думаю что за фразу ни один аквариум может обойтись без фильтра меня будут очень ругать для того что есть аквариум который обходится без фильтра но стандартный детский аквариум должен быть чистым даже не аквариум должен приносить радость и должен составлять массу неудобств родителям как правило что ребенок из себя конечно хочет там красиво аквариум с яркими рыбами а потом все обслуживание аквариума ложится на плечи родителей родителям понятно что это не особо доставит удовольствие комплекте чтобы она была чистая и без загрязнения и так далее не пахло идет фильтр фильтр серии фан он максимально простой в использовании это все есть в комплекте да еще раз напоминаю это идет в комплекте гарантийный талон и инструкция по применению инструкция по применению вещь важная читайте ее всегда присутствующие старшие делают очень редко это не обижайтесь это статистика эти гарантии как обычно выглядит покупка любой техники даже не аквариумной открывается коробка достается бумажка бумажка выкидывается дальше все это пытается настроиться своим собственным умом и не всегда это получается поэтому почитайте сначала инструкцию дорогие дети запоминайте что есть такая вещь как инструкция она важная что значит фильтр нам нужен для чего фильтр пропускает через себя воду грязь вся у нас остается на губке и чтобы почистить аквариум нужно вытащить эту губку промыть в воде и соответственно поставить ее на место до андрей может а все анкетки все заполнили которые вам раздавали да да отлично анкетки на палатку чтобы определить победителя которым достанется весь аквариумный комплект подарки у нас тоже будут для всех участников мастер-классы да кто пришел с рисунками кто из контакта знает получат свои гарантированные призы в обмен на рисунок заполняйте пожалуйста фильтр как известно в аквариум должна быть стабильная температура большинство аквариумных рыбок это тропические рыбки им нужна температура выше той которая у нас обычно в наших родных водоем поскольку аквариум у нас комплекс аквариумный комплекс у нас детский настраивать долго до выставлять какую-то температуру следить за ну что скотчем мы можем пожертвовать смело и коробочкой в целом следить за температурой ребенок конечно же не будет поэтому компания квэль выпускает ненастраиваемые нагреватели вот такой нагреватель у всех остальных есть как-то там рычажочек который нужно придет кнопочка которую нужно нажимать и так далее а вот этот нагреватель поддерживать стабильную температуру 25 градусов в аквариуме то есть ничего не нужно крутить взяли поставили забыли про него включили в сети а с нагревателями история такая нагреватели первое стеклянные нагреватели нельзя включать на сухую то есть Вне воды его включать нельзя, он очень быстро нагревается. То есть, взяв его в руку, вы обожжетесь, уроните на пол. Как любой стеклянный предмет, он разобьется. Вторая важная вещь, его нельзя закапывать под грунт. Для тех, есть обогреватели, которые можно закапывать под грунт, это не относится вот к этим стеклянным. Дело в том, что закапав его под грунт, вы не видите, работает он или нет, вы не можете отследить его состояние, включен он или не включен, перегорел или не перегорел, бывают всякие ситуации. Поэтому, как должен быть расположен обогреватель? Обогреватель должен быть расположен в углу аквариума, чтобы он глаза не мозолил. Его можно полностью погружать в воду. Очень частый вопрос, можно ли погружать вот эту шапочку и часть провода? Можно. Можно и нужно. Либо мы располагаем его вот так, либо вот так. ниже уровня воды обязательно, то есть хоть по диагонали, хоть вот так. Главное, чтобы было ниже уровня воды, чтобы он не перегревался. Давайте мы его вот здесь вот закрепим. Здесь в крышке есть специальные прорези, в которые можно поместить провода, чтобы они не мешали открытию и закрытию аквариума. Сначала мы всегда ставим, когда запускаем аквариум, сначала ставим технику. Потому что, когда мы расставим декорации, двигать декорации, чтобы подсунуть туда грелку, фильтр и так далее, будет достаточно сложно. Поэтому сначала мы определяемся с техникой. Поставили обогреватель. Берем фильтр. Фильтр вещь полезная не только тем, что она очищает воду, но и дает необходимую аэрацию в аквариуме. Что такое аэрация? Это насыщение аквариумной воды кислородом, которым, собственно, дышат у нас все аквариумные обитатели. Все это, в том числе, и аквариумные растения. Если аквариум живыми растениями, то живым растениям нужен кислород. Мы все в школе учили или будем учить то, что растения выделяют кислород. Делают они это только во время дня, когда светит какой-то свет. Ночью они активно потребляют кислород. И когда кислород в воде растворенный заканчивается, то становится плохо не только растениям, которым нечем дышать, но и рыбам, которым нужно гораздо больше воздуха, кислорода, чтобы осуществлять свои какие-то естественные процессы. Для этой цели у нас есть для фильтра насадка аэратор, которая насаживается на носик фильтра. насаживаем, подключаем и шланг, и, соответственно, когда он будет включен по шлангу, он будет подтягивать воздух снаружи от аквариума и выдавать на выходе пузырьки. Очень часто люди приходят, аквариумисты, начинающие говорят, вот у меня стоит такой фильтр, и он перестал пускать пузырьки. Как правило, вот здесь вот что-нибудь забивается, там остатки корма, улитка особо любопытная может там застрять. Поэтому достали зубочистку так, пошурудели там и повесили все обратно. Но самая частая ситуация, конечно, бывает в том, что где-то пережала шланг. Так, как крепить этот фильтр? Есть такая монтажная пластинка, она так надевается, и 4 присоски. С присосками история следующая. Поскольку вода у нас не абсолютно нейтральная среда, вода у нас является весьма интересным раствором всего на свете. Там у нас есть от золота и заканчивая какими-нибудь интересными изотопами, такое тоже бывает. Присоски умеют дубеть, если они превращаются, становятся жесткими и отлипают от стекла. И фильтр может упасть на дно. Для этого случая у нас есть вот такой вот монтажный крючочек. Мы его надеваем на фильтр. На пластинку, наверное, вот так, уже один сделаю. Промахнулся. Махнулся. Вот так вот. И вешается просто на борт аквариум. Так, вот фильтр мы собрали. Все эти манипуляции, опять же, есть в инструкции. Крючочек тоже нужно надеть. Пока что мы его повесим, чтобы он нам не мешал здесь. Потом, когда будем непосредственно оформлять аквариум, мы обязательно найдем ему место поудобнее. Так. Вот эта вот штучка. Очень важная. Что это такое, дети? Градусник. Это не очень правильное слово, но хорошо. Пусть будет градусник. Вообще называется термометр. Сложное слово, но рано или поздно придется в жизни узнать все. Значит, где его удобнее всего закрепить? Казалось бы, да, положить на присоску сюда. Но это будет смотреть только на этот несчастный градусник. Она не будет обращать внимания на все остальное. Поэтому лучше всего его сбоку. Достаточно, чтобы можно было сбоку заглянуть, чтобы он не мешал обзору аквариума. Чем меньше техники видно в аквариуме, тем лучше. Там уже покупаем и устанавливаем себе аквариум, чтобы любоваться на рыбок и стене, а не на технику. Хотя есть люди, которым нравится больше техника, чем все аквариумное снаряжение. Так, хорошо. Ну и разумеется, из полезных штучек у нас внутри есть стартовый сачок. Который можно пересаживать в рыбу. Ну, мы всегда надеемся, что рыбки у нас будут жить и процветать. Но ситуации, как известно, бывают разные. Сачок. Так. Также в комплекте для, так сказать, подогревания детского любопытства лежит одна... Вот, разумеется. Эх, как же мне хочется рассказать, чем водоросль отличается от растений, но боюсь, что... К сожалению, это вам пока рановато. Но пусть будет водоросль. Вообще, водное растение. Так, это все техническое оснащение аквариума. Что вообще нужно, чтобы аквариум был аквариумом, а не просто стеклянной коробкой? Что у нас обычно лежит на дне аквариума? Хорошо. Грунт, давай грунт. Поскольку у нас детский аквариум, мы обычно... Дети обычно выбирают грунты поярче, да, там всякие красивые, там разноцветные мраморы и так далее. Но, к сожалению, я так и не смог через себя перескупить и взять цветную смесь, поэтому будем использовать нейтральный, так сказать, белый грунт, который мы, соответственно, сюда и засыпем. Аня, можно тебе попросить ножницы? Значит, в идеале грунт нужно промывать, да, то есть вот песок. Не каждый грунт нужно промывать, но мелкий песок лучше промыть, потому что в нем бывает много пыли. Этот грунт у нас сверху покрыт нейтральной краской, то есть он не выделяет в воду токсичных веществ, да, это нужно учитывать. Некоторые хотят сэкономить и засыпают в аквариум гравий для садовых дорожек. Он не рассчитан, краска, которой он покрыт, не рассчитана на долгое нахождение в воде. Эта краска начинает растворяться и может отравить рыбок. Поэтому мы так не делаем. Так, иди сюда, поможешь. Держи вот так пакет, вот снизу вот так вот держи. Ага, мне нужно будет отрезать. Так, держишь? Вот так. Можно. Ну, пока он еще пригодился. Так, давай. Значит, дальше нам, хопс, на что нужно сделать, взять и высыпать. Вообще, изготовитель этого грунта пишет, что промывать его не особо нужно. Я ему верю. Именно это. Ну, все детически, ирон, что я. Так. Красиво? Да ладно. Брось. Иди сюда. Иди. Значит, встань так сбоку, чтобы всем было видно. Значит, смотри сейчас. Лучше всего располагать грунт горкой. То есть мы берем и разравниваем грунт в ровную сначала, давай. Разравнивай, разравнивай, не бойся. Всю руку не бойся. Можно, иди сюда. Можно я. Всем хочется подробить. Давайте. Давайте. Вот там уголок пустой, посмотрите. А зачем нужен этот грунт? Грунт нужен, чтобы... Во-первых, без грунта будет аквариум, ну, не очень интересно смотреться. Все, распределили? Все, давайте возвращаемся тогда на места. Значит, грунт нужен для двух целей. Первая, это, конечно, эстетическая составляющая, чтобы было красиво. Второй, конечно, момент. В грунте поселяются полезные бактерии, которые перерабатывают отходы, которые выделяют рыбки. Ну, и опять же, в грунте удобнее всего прятать грузики, которые утяжеляют расти. Иначе они будут просто всплывать. Ну, то есть их просто вот так вот закапываем, да, и вроде бы оно и растет. Ну, если бы оно не было пластиком, так бы оно и было. Значит, удобнее всего, как я уже сказал, сделать горочку. Почему? Если мы от переднего стекла немножко отступаем, и грунт немножко поднимем, на самом деле просто вынем отсюда, чтобы не мешал, отложим в сторону. Вот сюда. Чем удобнее горочка? Во-первых, горочка создает впечатление, что аквариум гораздо глубже, чем он кажется. Но при таком количестве грунта у нас не получится сделать такую уж большую прям горку. Но мы все-таки постараемся. Сделаем вот так. Чем удобна горочка? Она наклонная, и вот вся грязь, которая попала на дно, она будет скатываться к передней стенке, и проще будет убирать, опять же, с очком, шлангом, да, вот то, что должно пылесосить дно аквариума, я думаю, слышали. Так, ну вот у нас есть беленький красивый грунт. Дальше наступает самая сложная творческая часть. Сложная творческая часть стоит в следующем. Нужно как-то красиво расставить декорации. Можно я? Сейчас все-все поучаствуют. Так, подождите, не торопитесь. Я отработал 5 лет педагогом в младших классах, поэтому я прекрасно знаю, насколько вы стремитесь поучаствовать в любом, так сказать, действии. Поэтому каждый поучаствует сегодня. Не торопитесь никуда. Значит, у нас для детского аквариума, понятно, что вы хотите использовать не будем, будем использовать то, что не может в аквариуме умереть. То есть уже отжившие свое ракушки, это на самом деле не ракушка, это домик морского рачка. А, мы собираем ракушку. Угу. Ракушки различных улиток. Там еще одна. И для придания пышности мы используем вот такую вот замечательную, господи, прости, силиконовую декорацию. Ой, отвалилась к нему. Вон еще ракушка. Так, к нему у нас отвалилась из гнездышка, ее можно поставить на место. Сейчас пока она на суше, она такая вот у нас медуза, Потрогайте, она вот такая. Достаточно тонкая. Там еще ракушка будет. Да, да, да. Изрезанная. Да. Опять же, для использования в аквариуме. Пытаться вырезать из гнездышка на дно не стоит. Лучше пойти купить нормальную декорацию в магазине. Ну и вот это. Ну и конечно, у нас поскольку аквариум, мы всегда должны учитывать их некоторые осведомленность в современных, в эксплуатационных продуктах. Поэтому товарищи и сделаем его основной фигурой в нашем аквариуме. Ну это, конечно, морская рыбка, клун, да, как вы знаете, но детям такое нравится. Кто мы такие, что будем запрещать? Так, ну что, мои юные оформители, что я могу вам предложить? Положите, могу следующее. Оформляйте. Вы можете использовать вот все декорации, которые есть. Постарайтесь сделать красиво. Я скажу, что... Пытайтесь не... ...переднюю линию. Иначе все получится очень комковато. Так, все равно на присоске. Давай, садитесь на места. Смотрите. Я не знаю, я сейчас вас смотрю сверху, не знаю, как это выглядит сбоку. В принципе, в принципе, коллективный детский разум может породить действительно что-нибудь интересное. Давайте я постараюсь запомнить, как оно стояло. И сейчас покажу, как бы это сделал я. А сделал бы я немножко по-другому. Рыбки-клоуны у нас живут обычно в актиниях. Знаем, что они поселяются в актинии, плавают, ищут у них защиту. За место актинии у нас будет вот эта замечательная перистая штучка. Мы поставим, вспомним, что у нас еще фильтр. Повесим сразу. Чтобы он не уткнулся в дно, можно отрегулировать высоту расположения. Сделаем вот так. Его нужно как-то спрятать. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы возьмем вот эту замечательную штучку и постараемся закрыть хотя бы частично фильтр. Когда она будет залита водой аквариумом, листья будут закрывать воду почти полностью. и постараемся поселить нашу замечательную немо рядом с нашей актинией. Так, хорошо. У нас остался не спрятанный нагреватель. Поэтому мы попробуем его вот таким вот образом. травинку можем сделать вот так. Туда прям, чтобы ничего не улетело. И куда-нибудь сюда. У нас осталась пустая середина, и мы ее прикопаем. Вот эти вот, кстати, декорации хороши тем... Боже мой, хорошая пластиковая декорация. Хороши тем, что их можно соединять в целый коврик. Здесь есть специальные шипы, и можно сделать полноценный ковер. Чем-то как-нибудь. Проблема в том, что она абсолютно прямоугольная. В природе очень мало ровных углов. Надо расположить как-то так, или распушить, чтобы было похоже, что это что-то живое. Это мы его как-нибудь по диагонали стараемся прикопать. Вот так. И... Вот это сюда. И оставшийся коралл, маленький, красивый, красный, мы... Там еще ракушка. Где у нас еще ракушка? Ах, ракушка. Ну вот с ракушкой на самом деле можно поступить следующим образом. Некрасиво. Некрасиво. Вот такое себе. Ну как-нибудь, в общем, бросаем до тех пор, пока не понравится на самом деле. Я знаю некоторых аквариумистов, которые декорации так и оформляют. Они просто берут камни и разбрасывают их. То есть они очерчивают какой-то квадрат на полу и бросают камни. Вот как легло красиво, так и будет красиво. Есть другие аквариумисты, которые сидят над каждым камнем и так философски рассуждают, как поставить здесь. Крутят его. Поставили, вот у него было, я знаю, человеку поставил красивую композицию из камней, поставил один камень немножко боком и понял, что хочет совсем по-другому и разобрал ее композицию. Два дня до ней сидел. В общем, творческий порыв вещь страшная. А когда мы будем учиться надеть аквариум? Значит, хорошо. Ну, собрали декор какой-то. Поскольку я поторопился, я забыл об одной важной вещи. Аквариум, это, кстати, информация для родителей, аквариум должен стоять, во-первых, на ровной поверхности. То есть не вот так, не вот так. Идеально ровная поверхность. Это в идеале. Но не всегда это получается. Но главное, чтобы она была сама беру, чтобы не было волнистых, чтобы под дно аквариума не попала там песчинка, камушек и так далее. В комплекте идет подложка. Подложка – это очень важная вещь, потому что подложку нужно подключать под дном аквариума, чтобы туда не попадал, когда в первый раз стоите, не попала песчинка. И когда аквариум выдвигаете, эта песчинка может поцарапать дно аквариума. И, во-первых, может быть и пробоина, стеклорез у нас тоже так же. Чтобы не было различных неприятных казусов. Отлично. Вроде бы все стоит. Что нам нужно сделать дальше? Что в аквариуме еще должно быть? Вода. Вода. Правильно, вода. Какой же аквариум без воды? Это уже террорез. Террорез. Откуда мы ее возьмем? Откуда мы ее возьмем? Прямо у меня из-за спины. Значит, лучше всего воду заливать либо на блюдечко, поставленное на дно, либо на пакет, чтобы струя воды не размыл и не устроила нам в аквариуме тайфун. Поэтому мы аккуратно накрываем. Накрываем наши декорации, чтобы их не подвинуло. Дальше начинается самая сложная, ответственная часть. Берем в ведро воды. Это дешевле будет. Да, нет, нет, нормально, нормально. Не первый раз. И начинаем лить на пакете. Торопиться на самом деле не надо. Потому что иногда люди хотят, чтобы побыстрее, побыстрее, побыстрее. И, значит, да, вот так вот делают. Хотя, чтобы струя шла совсем сильным потоком и начинают неизвестно куда торопиться. Грунт размывает, потом и начинают снова строить заново весь свой декор. О, вот тут уже поплыло куда-то. После того, как залили воду, можно будет все это поправить. Если что-то куда-то у нас утекло. О. Лучше всего при запуске аквариума, опять же, информация для родителей, взять старую воду со стабильным показателем из чего-то аквариума. То есть взять, попросить пару канистр или целиком объем, да, весь. В детском аквариуме все просто. Здесь 20 литров, это не очень сложно. То есть 4 канистры по 5 литров. Либо подготовить воду заранее. То есть налить воду водопроводную, дать ей отстояться, залить различные кондиционеры для воды, которые продаются в аквариумных магазинах. Кипятить воду не стоит. То есть я знаю людей, которые кипяченую воду используют. Сначала кипятят воду, потом ее, значит, подменим. Вот это почти бессмысленное, бесполезное занятие. Можно еще 1,2 литра, наверное. Давайте мы уберем пакетик, он нам больше не понадобится. А растение поднялось. Мм? Вот, да, вот она распушилась. Единственное, что у него некоторые забились в листья под фильтр, мы сейчас поправим. Из ракушки выходят пузырьки, потому что там внутри у нас спираль, когда пузырьки воздуха там как в лабиринте теряются. И не то, чтобы нерва всплывет, но некоторые ракушки умеют у всплыва. Так, давайте мы сделаем так. Заливаем мы не до самого верха, а отступим где-то, наверное, сантиметр от края стекла. Вот так. Так. Значит, и нам нужен пробный запуск в технике, которую мы сюда поставили. Давайте мы включим фильтр. Многовато пузырьков, можно и регулировать их поворотом вот этого вот колесика. вот так вот будет. Вот так. Значит, обогреватель. С обогревателями история такая. Если температура воды в аквариуме 25 и выше градусов, то он просто не включится, потому что у него внутри стоит датчик, который считывает температуру воды. Если она выше 25 градусов, понятное дело, что он незачем нагревать воду. Если бы она была ниже, то он бы... Сейчас мы посмотрим, включится он у нас или нет. Так, загорелся огонечек? Загорелся. Горит огонечек. Когда он нагреет аквариум до необходимой температуры, он автоматически отключится. Ничего из розетки выдергивать не нужно. Так, ну и... Самая важная часть аквариума, наверное. Какая она самая важная часть? Рыба, да. Андрей, можно попросить нам поймать тернельцы по одной каждого цвета? Спасибо. Значит, пока нам ловят рыбок, мы, соответственно, немножечко поговорим о том, что с аквариумом произойдет после того, как мы его запустили. Первое же, что происходит в аквариуме, чего боятся все аквариумисты, вода мутнеет. Это нормально. Здесь приходят люди и говорят, что мы вот вчера купили, запустили аквариум, запустили рыбок, вода тут же стала молочно-белой. Что нам делать? Что налить в воду, чтобы она перестала быть такой? Ответ очень простой. Ничего. Но вот ничего не надо делать. Нужно просто подождать несколько дней. Белая муть, которая летает в этот момент по аквариуму, это либо пыль, которая осталась от плохо промышленного грунта, а вторая самая важная компонент, это бактерии, которые отвечают за равновесие жизненных процессов аквариума. Когда они... Так сказать, их рост успокоится, все просветлеет. Обычно это занимает 2-3 дня. Если будете подменивать воду в этот момент, усиленно сливать всю воду, заливать новую, если будете там копошиться в грунте, пытаться все-то исправить, это только растянет, так сказать, запуск. Поэтому... Ну так нет. Ага. Так. Аккуратненько. Посадим рыбок. Вообще, почему мы сейчас делаем это не очень правильно? Купив рыбку в зоомагазине, вы приносите, значит, взяли из зоомагазина, в ее родной воде, засунули за пазуху, чтобы она там не замерзла, пока вы идете, ее там трясет по-страшному, ей, значит, жутко страшно, вода, маленький штурм, приносите домой, ставите рядом с аквариумом, рыбка в панике, ей слишком светло, слишком холодно, слишком тепло. Так делать не стоит. А самое страшное, что обычно люди приносили из зоомагазина, открыли пакет и высыпали рыбу прям вот так вот. Рыбок, понятное дело, от этого тоже не в восторге. Те, кто первый раз ходил в детский сад, знают, что когда приходишь в незнакомое помещение, ну, жутковато. Поэтому, что делать, чтобы рыбка спокойно и комфортно переехала в... с рыбкой, ставим ее прям вот в пакете в аквариум. По аквариуму температура воды, в пакете уравниваться с температурой в аквариум, рыбка... Дальше... Аквариумной воды наливаем в этот пакет. Рыба начинает привыкать к воде, то, что... Потом... часа через... через... полтора, да, аккуратно... самая большая ошибка, которую обычно делают дети. Это выглядит таким образом. Ну как там, блин? А рыбка каждый раз... какое-то вот лицо... Вот это вот, конечно же, в токе забивается... Эээээ... Так делать не надо. Выключили свет, отошли от аквариума, на следующее время... себя прекрасно чувствовать, можно будет смотреть, как она плавает, как ей... замечательную... в аквариуме. Торопиться никуда не надо, но, зная... детей, я точно скажу, так они и будут делать. Поэтому... одергивать их бесполезно. Поэтому... Ребята, не лишний раз рыбку не пугать. Почему мы... поймались очком и пересадили... Дело в том, что вода, которую мы сюда налили, это вода не из-под крана, в которой рыбки живут. То есть, это их водная вода, к ней привыкать не надо. Все та же температура воды, показатели, о которых вы знаете. А в том уже два аквариума. А кто? Рыбки. Ну, я понимаю, что рыбки. Хотя, не все, да? Это вот и... Какие сутики, наверное, какие-нибудь. И... По своей короте. Там улитки еще. Улитки-ампулярии, да. Есть замечательные улитки-ампулярии, которых... А, хатины. Ну, это не то, чтобы... Аквариумный обитатель. Хотя, если учитывать, что они живут в стеклянном аквариуме, в принципе, может и аквариум. Но это, на самом деле, частный случай террариума, не будем об этом. Значит, рыбок нельзя вытряхивать из пакета, да, или сачка. Как нужно выпустить рыбок? Мы опускаем сачок и даем им время самим выйти, да, чтобы они привыкли. Максимум, чем мы можем ускорить, это плавно убрать сачок. Одна уже почти вышла. Вторая. А третья что-то не нравится. Вот, а третья, да, третья не особо нравится. Но, скажем так, рыба, существо, не то, чтобы особо умное. Поэтому у него может занять некоторое время сообразить, а где здесь, собственно, выход. Вот. Ну, давай, 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 другую еще. Ну, ура. Сейчас они не исключено, что они будут прятаться, да? Давайте... Сейчас я фильтр перевешу, чтобы можно было закрыть аквариум. Их еще надо покормить. Вот этого делать нельзя. В первый же день кормить рыбок, во-первых, они не станут есть. Потому что они напуганы. И вот последнее, чего им хочется, это есть. Все, чего им хочется, это безопасность. Чтобы их никто не трогал, чтобы не было яркого света, им нужно просто успокоиться. Кормить их в первый же день не стоит. Как только рыбка начала плавать по аквариуму, да, стала показываться на глаза, вот тогда можно начинать ее кормить. До этого момента делать этого совершенно не рекомендуется. Ну, и давайте включим свет. Вот так, в принципе, у нас будет выглядеть аквариум. Что еще можно сделать с этим аквариумом? Ну, на самом-то деле, можно больше декораций. Дело в том, что декорации, поскольку это не живые растения, они не растут и, как следствие, не погибают. То есть, можно густо заселить все это пластиками декораций, потому что такое подобие леса, в котором рыбки будут жить и прятаться. Подобие рифов. Ну, да, поскольку это аквариум как бы с морской рыбкой. А они как называются? Это тернецы. Тернецы, торговые, которые называют тернецы и карамелька, они же генномодифицированы в Бо-фиш. Наверное, взрослые слышали такое название. Можно сказать? Да. А что это за рыбы? Вон те, полоски, петли, что я в аквариуме. Это тетрадон, это та самая рыба-шар, которая умеет разговаться. На самом деле, их очень много, этих рыбок есть, и рыбки, которые живут в пресном, а вот пугать их совершенно не стоит. А как вы эту аквариум меняли? Не все сразу. Что? Хамильоны меняли. Хамильоны, да, не только хамильоны рыбы. Секунду. Как вы этот аквариум сделали? Вот как оформляется морской аквариум, это долгая, сложная, не то чтобы очень интересная тема. Рыжка есть. А они будут раздуваться, если как-то их напугать? Будут, но не стоит. Скажем так, дикобраз тоже будет пытаться тебя ухолочить, если ты будешь ее напугать, то это не значит, что за ним нужно гоняться. А собака будет пытаться тебя укусить, если ее напугать. Поэтому ради развлечения пугать животных не стоит. Они что едят? Значит, тетраадоны у нас питаются улитками, морскими улитками. У них... Почему они называются тетраадон? Тетра это 4, адонт это зубы. Они на самом деле четырех зубов, и у них впереди такие 4 здоровых зуба, которыми они разгрызают панцири улиток. Вот. Они у нас такие ребята... Плотоядные. Да. Так, кто-то еще что-то спрашивал. А еще кто-то плотоядный, ну, кроме рыб. А это вот... Ящерица. Лучше подойти к консультанту магазина и спросить у него у нас сейчас здесь про рыбы, по большому счету. Рассказывай. Хамелеон меняет цвет. Что-то я вижу, что они тут не двигаются. Ну, во-первых, хамелеон не просто так меняет цвет, да, а раз уже зашла речь о хамелеонах. Зачем хамелеон меняет цвет? Ребят, это абсолютно неверно. Вообще неправда. А вот смотрите, вот там на столбе, наверху, да, фотография хамелеона. Да, он там зеленый, красный, желтый, а на фоне его зеленые листья. Хорошо ли заметен красный хамелеон на зеленых листьях? Он прекрасно виден на зеленых листьях. А хамелеоны меняют цвет и пообщаться с представителями и хамелеон старается быть того же цвета, что и окружающая среда. Как правило, это зеленые. Пустынные хамелеоны обычно цвета песка. Есть такие. А когда мы научим аквару делать? Это время у меня, дорогой. классный хамелеон. Вот. Значит, кто у нас еще на самом деле большинство рыбок умеет менять цвет. Но, откровенно говоря, вы тоже умеете менять цвет. Жаркий день выгнать на улицу, вы начнете стремительно краснеть от жары. А вот на морозе вы, кстати, как правило, бледнеете. Если вас напугать, вы тоже побледнеете. А цвет у нас умеет менять рыбы, креветки, да, все вот эти ребята. Креветок можно не только есть, но и содержать в аквариумах, кстати. Здесь в магазине представлены некоторые креветки, которых можно поселить в пресный аквариум. Ну, не в такой, конечно. Я думаю, что здесь им не очень понравится. Они более трепетные. Ребята требуют к себе особо бережного отношения. Значит, что еще нужно знать про аквариум? Свет в аквариуме не должен гореть 24 часа в сутки. Средний световой день это 8 часов. Понятно, что дети у нас ходят в детские сады, в школы и так далее. Утром включили свет. Вот ребенок встал, включил свет, полюбовался рыбками, ушел в школу, свет лучше все-таки выключить. Потому что здесь у нас нет живых растений, которые бы этот свет поглощали. Рыбки у нас тоже что-то кушают, что-то выделяют. И то, что выделили растения, как правило, выделили рыбки, усваиваются растениями. Поскольку здесь всего этого нет, вся нагрузка ложится на фильтр. И если рыбы много, а дети любят много рыбы, напихивают, папа, купи вот эту рыбку, папа, купи вот эту рыбку, в итоге у нас получается не аквариум, а целый такой настоящий бульонный кубик. Поэтому если бы были растения, ситуация была бы, конечно, попроще. А вот если растений нет, то все это ложится на фильтр. Поэтому лучше свет выключать, потому что если свет не выключить, начнут расти водоросли. Света покроется зеленым налетом, потому что дети не склонны к подменной воды тоже будет производиться достаточно редко. Поэтому ребенок пришел из школы, включил свет до 7 вечера, вплоть до отбоя, там 9-10 у кого какой режим дня свет погорел, на ночь выключили. Если родителям не хочется заниматься включением-выключением света, есть розетки, таймеры, продаются в магазинах, выставили нужную продолжительность светового дня, воткнули и забыли. Все. Он будет сам включаться и выключаться. То есть автоматизировать аквариум тоже можно. Сейчас, к счастью, для этого все есть. Что у нас еще есть рассказать детям про аквариум? Кормление рыбок. Кормить рыбок надо умеренно, то есть по чуть-чуть. А там про рыбок вы здесь есть автоматические кормушки для рыбок. Автоматическими кормушками очень хорошо выступают родители, как правило, потому что дети рыбок кормят следующим образом. Открывается окошечко и рыбка, 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 ты не поел рыбку, вот тебе еще немножко еды. И так полбанки уходит сюда. Весь недоеденный корм отправляется на дно, где он начинает гнить, тухнуть и портить воду. Поэтому лучше кормить рыбку по чуть-чуть утром и чуть-чуть вечером. По чуть-чуть. Не нужно пытаться рыбу закормить. Рыбу лучше не докормить. То есть в природе у нас рыбы, как вы понимаете, едят не каждый день. Если бы рыбы ели каждый день, это было бы настоящее бедствие. Хотя вот караси едят каждый день и живут в болоте в итоге. Поэтому здесь мы кормим по чуть-чуть. Так. Хорошо. Какие есть у вас вопросы про аквариум? Давай. Смелее. По очереди. Подожди, по очереди. Сейчас молодой человек. А зачем рыбья в аквариуме свет? Рыбья в аквариуме свет, значит, комфортно ли тебе зимой вставать в 8 утра и идти по темным-темным улицам? Нет. Вот. Рыбкам на самом-то деле тоже. То есть в принципе они могут жить и в полумраке. Давайте выключим свет. Чтобы им комфортно себя чувствовать, хватит того света, который окружающий свет. То есть вот этого им прекрасно хватает. Потому что, опять же, в природе, ну, не эти рыбки, конечно, глухие в природе не встречаются, слава богу. В природе они прячутся в зарослях травы, под корягами, да? Любая рыбка маленькая, вышедшая из укрытия, автоматически становится будущей пищей для рыбки покрупнее. Поэтому они стараются особо не афишировать как это свое присутствие. Свет в аквариуме нужен по большей части для вас. Чтобы вы видели, что в аквариуме что-то живет, что-то плавает, да? Здесь вот если выключить свет, ну, когда темная стеклянная банка, в которой вроде бы что-то шевелится. Свет по большей части нужен вам. Ну и вообще, если в аквариуме есть живые растения, то свет нужен по большей части еще и им. Да. на фарме есть этот стеклян, она может разбиться. Если она упадет, она может разбиться. да, со всеми стеклянными вещами, да, с вещами обходиться бережно, да, то есть не бросать, не швырять, особенно относится к стеклянным термометрам, к обогревателям и к самому аквариуму в целом. В комнате с аквариумом не стоит играть там в футбол, бросаться мячами и так далее. Хорошо, значит, по поводу подмены воды. В идеале подменивать воду в таком аквариуме нужно ну раз в неделю, раз в две недели на 3% на одну треть. Вот это вот столько мы сливаем воды и заливаем свежей, отстоявшейся воды. Что как неправильно делать? Есть такая замечательная тетушка Елена Малышева, которая в свое время показала, как нужно правильно, по ее мнению, ухаживать за аквариумом. Там стоял 30-литровый аквариум, в котором сидело три золотые рыбки. Чтобы представлять, для одной золотой рыбки нужен аквариум не менее 80 литров, лучше больше. То есть в идеале вот на одну золотую рыбку 100 литров. Когда говорят, что у нас большая золотая рыбка и она живет в 80-литровом аквариуме, скорее всего, это вот такая вот золотая рыбка. А в золотые рыбки вырастают больших размеров. То есть как бы это карась, она растет до 800 грамм. Вынула оттуда всех рыбок, вылила оттуда всю воду, страшный рассадник болезней и так далее. Слила туда всю воду и промыла его белизной. То есть вот взяла средство для мытья полов, промыла, вынула весь грунт, опять перемыла, засыпала обратно, залила туда же воду и посадила рыбу обратно. То есть там такой хороший раствор белизны внутри, грунт лишен полностью бактерий, золотые рыбки, конечно, в некотором шоке от всего этого. Несмотря на то, что золотая рыбка это карась бывший, который искусственно выведен вот эта форма золотая рыбка, он не настолько пуленепробиваемый. То есть это может полностью лишить его жизни такое с собой обращение. В общем, так делать не нужно. Все, что нужно делать с акварием, это вовремя менять воду, включать-выключать свет и если грунт засорился, это хорошо видно на белом грунте, появляется слой отчетливой грязи, шлангом просто аккуратно собрать, или если это крупная грязь с очком, который у нас опять же идет в комплекте, все это собрать и все. Это вот то, что нужно базово делать в аквариуме. Есть даже более сложные в аквариумах, в которых есть подача удобрений углекислого газа, за которым нужно следить при помощи различных капельных тестов и так далее. Но детский аквариум, вот, собственно, он весь. Больше ничего для него делать не нужно. Потом, если у детей возникает желание, есть книги, есть в интернете огромное количество видеоуроков. Опять же, нужно посмотреть, кто эти видеоуроки снимает, потому что иногда бывают две крайности. Первый, когда делает человек, а сейчас, ребята, мы с вами сделаем аквариум из стеклянной банки и шланга. А есть люди, которые рассказывают, что вот нужен аквариум большой, серьезный, что нужно внешний фильтр, там вот нужно заморочиться с течением. Оценивайте свои силы здраво. Если вы готовы поставить себе дома полторы тонны воды и запустить туда много рыбы, пожалуйста. Если вы на это не готовы, детский аквариум, все в комплекте. Так, ну что, дорогие ребята, кто принес рисунки? Есть у нас такие? Давай. Давай, иди сюда. Вот. Замечательный рисунок. Так, Вероника. Веронике у нас пять лет, она нарисовала замечательный аквариум, как бы она хотела. А мне тоже пять лет, только я больше. Ну, ты, во-первых, мальчик, да? Подержи, так. Пять лет, пять лет, пять лет, пять лет. Давай мы тебе, конечно, до школы еще года два, но мы вручим тебе вот такой рюкзачок, который, с которым ты, возможно, с ним пойдешь в первый класс. Так, спасибо тебе за твой рисунок. Рисунок, пожалуйста, оставь нам, мы повесим его в магазине на стойке. Я думаю, а мы можем это сделать? Да, замечательно, так и поступим. Так, а теперь я попрошу вас сдать анкетки. Анкетки у нас здесь? Анкетки у нас здесь. Давай. Что? Есть кто-то, кто не заполнил? Есть кто-нибудь, кто не заполнил? Нет таких. Хорошо, значит, нам понадобится, ну давайте мы возьмем, чтобы элемент лотерей. Все желающие заполнили? Я спрошу в последний раз, потому что, если кто-то, заполнить мог кто угодно, как бы, и ребенок, и взрослый, чем больше тут бумажек, то есть, одна бумажечка с человека. Давайте, если кто-то еще не заполнил, заполняйте, просто дайте сюда. Да, разумеется. Покажи, чтобы у меня фамилии не повторялись. Вернее, не фамилия, а имена не повторялись. Давайте, заполняйте. Взрослые тоже, не стесняйтесь, сейчас у нас есть и для взрослых. А, рисуночек, да. Так, ну пока... А я что получаю? Сейчас, подожди. А, я его выключу, да, да. Сейчас мы поучаствуем, все поучаствуют в розыгрыше и все получат что-нибудь. У нас, на самом деле, в коробочке там много чего интересного есть. Здесь, что меня интересует, какой тут у нас эта циферка здесь написана, потому что не на каждого... Ага, хорошо. Так, вот еще. Так, опять, 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 все такое неровное. Так, чтобы не было обвинений в предвидетельности. Три раза, у нас там сложные четыре? Да, разумеется. Ага, два-четыртушечки. Так. Ну, я думаю, что мы начнем первую разуме играем сам аквариум и все наполнение, которое в нем находится. все. Я чувствую, как родители напряглись, потому что кому-то это все тащить домой. Вот, нет, воду мы сольем. Это все упакуем, вы так не беспокойтесь. я чувствую, второе напряжение, потому что уже предвкушает, как он будет за ним ухаживать. Это я это все знаю, да, мои родители тоже так напрягались. А потом вот как бы. А потом получилось, как получилось. Морских хватит? морских рыбок нельзя сажать в такой аквариум морские рыбки. И не каждая соль подойдет. Как это ты говоришь, что просто воду посолили. Так это не работает. Если бы это так работало, ох, если бы это так работало. Так, иди сюда. Тыщишь бумажку и мы узнаем, кто заберет сегодня с собой этот аквариум. А также зад...